Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я согласен на ваше увольнение, так что можете прямо сейчас покинуть этот кабинет. Благодарю. Спасибо. Все съешь хорошо? Всем привет! Привет, семья! Привет! Как дела? Как вкусно пахнет! Ты все должна съесть, Юля. В последнее время ты очень плохо ешь. Артуро, а почему бы тебе не поесть вместе с нами? Ты можешь сесть вот сюда. Ведь здесь больше никто не сидит. Ну, пожалуйста, Артура, садись сюда. Пожалуйста. Да, 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 хорошо, спасибо. Спасибо. Хоть мой папа и был сердитый, но мне его не хватает. Ну, ладно, я сейчас отнесу это маме и сразу вернусь. А ты не уходи. Нет, нет. Только не уходи. Нет, нет, я обязательно тебя дождусь. Я очень волнуюсь. Юле трудно сейчас. Я нервничаю. Все так плохо в последнее время. Ну, расскажи, расскажи, что случилось. Сначала ее другу увели в детский дом, потому что у него никого нет. Потом мама выставила из дома папу. А потом еще с мамой стало плохо, помнишь? А под конец мы еще про это узнали. Про что узнали? Ну, насчет папы Габи. Про ее начальника. Про некого синьора Линареса. А как вы узнали? Она сама сказала. Она и мама. Ну, все, хватит. Артуро, это твой завтрак. Хорошо? А мы с Эвой уходим. А вы здесь остаетесь. Договорились? Ведите себя хорошо. Плохого ничего не делайте. Пока. До свидания. Пока. Иди сюда, королева моя. Садись вас здесь. Мы сейчас все съедим. А потом, угадай, мы отпустим попугайчиков, как раньше, помнишь? Как тогда, когда ты была маленькой. Мы выпускали попугайчиков. Согласна? Ну, нужно поесть. Видишь, это сомаляйтик летит. Ну, вкусно. Хорошо. Трина, можете убирать со стола. Хорошо. Обед был замечательный, правда, Эльвира? Да. Теперь десерт. Я больше ничего не буду. Ты даже не попробуешь сладкого? Нет, мамочка, от сладкого толстеют. Это одно из того немногого, чему я научилась от тебя. Это еще что такое, Ванесса? Как ты себя ведешь? Ну-ка, сядь и закончи есть. Мамочка, ты какая-то нервная вернулась из поездки. Ты не отдохнула? Или ты снимаешь напряжение только в гимнастическом зале? Что ты хочешь сказать, Ванесса? Что ты хочешь этим сказать? Ничего такого, что было бы неизвестно. Просто когда ты на тренажерах, то начинаешь двигаться медленно, постепенно наращивая темп, с каждым разом все быстрее и быстрее, пока не заканчиваешь, довольная и удовлетворенная, верно? Усталая, но довольная. Похоже, это единственное, что заставляет тебя жить. Мама, в чем дело? Успокойся. Дело в том, что ты воспринимаешь все, что я тебе говорю, в штыки. Измени выражение лица, а то состаришься раньше времени. Ну, пока. Приятного аппетита. КОНЕЦ Ну, подожди, Рикардо, ты не можешь принимать решения так спонтанно. Мы не можем всех их выкинуть на улицу. Папа, прошу тебя, уважай мои решения. Я беру всю ответственность на себя. Я не хочу, чтобы они работали здесь. Они уволены. Но почему бы нам все не обсудить спокойно? Магали. Магали, пожалуйста, сделайте полный расчет. Подготовьте расчет для всех, кто только что вышел из этого кабинета. Папа, послушай, Рикардо, ведь мы можем договориться. Они так долго проработали у нас. Уволить их сейчас было бы равнозначное разрушение всей фирмы. Нет, это не так, папа. Речь идет только об одном отделе, не больше. Я найду новых людей, обещаю. Об этом уж не беспокоиться. Никто не испортит доброе имя нашего предприятия. Извините, сеньор Линарес, сеньорита Габриэла Грубер пришла. Она хочет получить расчет. Хорошо, я приму ее, скажите, пусть заходят. Хорошо. Папа, чек у тебя подписан? Да, он как раз у меня. Полный расчет? Но почему? А не почему, ты знаешь. Я оставлю вас одних. Поговори с ней о ее коллекции. Да-да, папа, обязательно, не беспокойся. Я обязательно это сделаю. Но почему полный расчет? Почему полный расчет? Вот видишь, все съела. А где мы купим попугайчиков? А тут рядом и купим попугайчиков. Он Джозефы? Конечно, у нее. Ну вот я закончила шить то, что мама должна была сделать. Так что я ухожу, хорошо? Хорошо. Пока. Рано вернешься. Не знаю еще, но ты не волнуйся за ребят и за маму. Я уже сказала твоему дяде Дионисио, он останется с мамой. Хорошо. Но в любом случае я еще немного побуду здесь. Мы самый любимый полицейский. Пока, береги себя. Пока. Пока. Я сейчас схожу, помою руки, а потом вернусь. Ты только не уходи. Вот так, Артура. Всегда нас оставляют есть одних. Ты заметил? У нас с тобой есть что-то общее. Меня тоже всегда оставляют одного. Я открою. А ты что здесь делаешь? Знаешь, я пришел, потому что узнал, что с Консуэл что-то случилось. Я знаю, похоже, что-то серьезное. Мне нужно ее увидеть. Мне нужно ее увидеть. Папа! Папочка! Иди ко мне! Расскажи, как твои дела? Как ваша семья? Как Йоли? Хорошо. Хорошо. Скажи, а как дела у этого... У твоего инспектора, а? У Артура тоже хорошо. Нормально. Спасибо. Перейдем к сути, Рикардо. Да-да. Расчет готов. Но скажи мне, ты сама-то как? У меня. Все хорошо. Ну, все хорошо. Ты ни о чем не жалеешь? Нет-нет, наоборот. Я сказала, у меня спокойно на душе. Уверяю тебя, работать здесь было бы не так уж и хорошо. Особенно из-за коллектива. Уверена, что они празднуют мой уход? Нет. Не могу сказать, что они очень радуются. Ну, я прошу тебя, Рикардо, не говори так. Ты ведь знаешь, что они сделали мою жизнь невыносимой. Да, но... Это им дорого стоило. И знаешь почему? Потому что все, кроме Сусанны и Евы, уволены. Я их уволил. Они уволены. Понимаешь? А почему? Что произошло? Да именно поэтому. Потому что они портили тебе жизнь. Потому что они плохо к тебе отнеслись. И сейчас они расплачиваются за свои ошибки. Знаешь, почему я так сделал? Потому что я знал, что ты никогда не вернешься сюда, если они будут тут работать. Рикардо, ты что, с ума сошел? Ты не должен был так поступать. Мы все еще надеемся, что ты вернешься. И сейчас, когда они все уволены, я предлагаю тебе вернуться. Мне бы очень хотелось, Габриэла Грубер, чтобы ты не брала этот чек. Чтобы ты осталась у нас. Что скажешь, Габриэла? Ты останешься с нами или возьмешь чек? Что ты сделаешь? Вот по этим причинам, включая коллективное письмо, всеми вами подписанное, в котором вы отказываетесь работать над новой коллекцией Габриэлы Грубер, мы не согласны с линией моделей, разработанной Габриэлой Грубер. Ну что же ваше мнение было принято во внимание сеньором Рикардо Линаресом? И было принято решение отказаться от ваших услуг. Понятно? Что? Короче говоря, вы все уволены. Понятно. Это незаконно. Мы должны протестовать это решение. Подождите, подождите. Тихо. Тихо. Расчет уже готовят. Так что это все. Послушай, ты не должен был этого делать, Рикардо. Они много лет здесь работают. Это несправедливо. Нет, нет, нет. Теперь говорить о несправедливости. Нет, Рикардо, не нужно перевозить все на личности. Ну хорошо, хорошо, как хочешь. Послушай, ты должен восстановить их на работе. Они не должны оставаться без работы из-за меня. Ты все переводишь на личности, Рикардо. Я не могу позволить тебе так делать. Нет, Габриэла, вовсе я не перевожу все на личности. Они отказались работать на твоей линии. И мне ничего не осталось делать, так отказаться от их услуг. Так что же, моя коллекция пойдет? Да. Послушай, послушай, твоя коллекция многого стоит. Посмотри. Видишь? Это твой шанс. Ты можешь стать известной в мире моды. Посмотри, как красиво. Но... Это мои модели? Ты что, ввел их в компьютер? Конечно. Потому что твоя линия пойдет. А остается только узнать, ты согласна или нет. За твоим согласием стоят и деньги, и слава. Твоя линия пойдет. Но было бы прекрасно, если бы могли рассчитывать на твое личное участие. Большое спасибо, конечно, но... Знаешь, я... Тебе самой решать, Габриэла. У коллекции уже есть название. Знаешь, она называется... Белиссимо. Самая красивая. Такая, как ты. Мне очень жаль, но я не могу тебя пустить. Почему ты мне дашь зайти? Я пришел сюда не для того, чтобы концерт устраивать. Я пришел, потому что моя кунсела заболела. Я знаю, ей плохо. Вот из-за нее я тебя и не пущу. Ну, хорошо, я знаю. Ты меня понять не можешь. Не можешь. Посмотри на девочку, посмотри. Видишь? Она с папой. Вот чего она хочет, видишь? Она хочет, чтобы я был с ней. Жил вместе с ней. А знаешь, в чем дело? В том, что у тебя нет своих детей. Это правда. Детей у меня нет. Но я знаю, что значит их иметь. Вот что я тебе скажу. Я не пущу тебя не потому, что я здесь. Из-за Габриэлы, из-за Марисоли, из-за Эстер. Из-за них тебя не пущу. Я тебе не позволю зайти. Послушай, кто ты такой, чтобы говорить Рамира Апонте, что он не может войти в свой дом, увидеть свою жену? Нечего кричать. Не кричи, понял? Еще чего, это мой дом. Мой дом. Здесь живут мои дети. И ты мне не указ, понял? Так что, перестань вести себя, как охранник в больнице. Пропусти меня. Спокойно. Никуда ты не войдешь. Спокойно. Рамира. Рамира. Зайди, Рамира. Редактор субтитров. Я же тебе говорю. Может, в это трудно поверить, но Рамиру все время охотится за мной. Он меня преследует, все время преследует. Постоянно. Я не знаю, куда деваться. Да, Эстер, я знаю. Но, честно говоря, ничего странного. Мы же с тобой знаем, что творится в нашем районе. Да, я знаю. Но это же происходит со мной. И с Рамиру. Понимаешь? И мне это не нравится. Мне кажется, что то, что хочет от меня Рамиру, плохо. Ну, Эстер, подумай. Ведь есть в этом и положительная сторона. Рамиру, хоть не твой родной отец. Если бы так, это было бы гораздо хуже. Да. Ты-то тоже не совсем так знаешь. Ты пойми, я говорю это потому, что если этот щекнутый вернется домой, то тогда мне придется уйти. Понимаешь? Мне придется уйти, а он там останется. Консуэлло. Консуэлло. Я... Не говори ничего, Рамиру. Прошу тебя, ничего не говори. Ах, Консуэлло. Не говори ничего. Лучше обними меня, Рамиру. Ай, моя родная, родная моя, моя дорогая. Моя любимая. Здорово, Марисоль, просто замечательно. Много сейчас устраивается распродаж. Это очень здорово, правда? Ой, не говори, Жаклин. Мне хочется все купить. Ой, если бы я могла. Да ты же можешь. Ты можешь купить себе все это и гораздо больше этого. Тебе нужно только немного приложить к этому усилия. Ты ведь знаешь как? С твоим талантом, с твоей фигурой. Ты можешь добиться гораздо большего. Я не понимаю. Ты же знаешь, как я к этому отношусь. А сейчас, когда столько всего произошло... Марисоль! Марисоль! Как я рад тебя видеть. Как ты? Можно с тобой поговорить? Очень прошу тебя. Ну, я пойду, пока съем мороженое. Здравствуй, Марисоль. Ты такая красивая. Спасибо. Надеюсь, ты говоришь правду, а не преследуешь свои цели. Это правда. Я не смог... не смог забыть тебя ни на один день. Что-то в тебе есть такое, что сводит меня с ума. Но я не об этом хотел говорить с тобой. Не об этом, а совсем о другом. Не об этом? Тогда о чем? О том, что я уже все знаю. Я обо всем узнал. Мы можем завтра сходить и посмотреть украшения. Хорошо? Что скажешь? Думаю, что мы завтра не пойдем. Я уезжаю на пару недель в Маргариту. С Патрисией? Вы мне ничего не говорили? Нет, не с Патрисией, а с одним другом. С другом? Да, мама. С другом? С мужчиной. И не надо меня ни в чем упрекать и критиковать. Это несправедливо, противозапонно. Мы не должны с этим милиться. Нас не могут выгнать просто так. Это типичное поведение любого хозяина. Неоправданное злоупотребление власти. Совершенно неоправданное. Мы должны опротестовать это решение все вместе. Ну хорошо, вы, конечно, можете действовать так, как посчитаете нужным. Но решение уже принято, так что покиньте, пожалуйста, офис. Больше ничего сделать нельзя. Вы все уволены. Вы меня должны понять. Я выполняю свой долг. Пожалуйста, освободите офис. Ну, мы должны что-то предпринять. Этого нельзя так оставлять. Мы постоим за себя. Предупреждаю тебя, Сусана, готовься. Это так не останется. Мы обратимся в профсоюз. Понятно? Обязательно обратимся в профсоюз. Кроме того, мы обратимся к прессе, в газеты. Мы опротестуем это незаконное решение. Это же абсурд. Нас не могут выкинуть отсюда по прихоти одной Габриэлы Грубер. Чего ты хочешь, Габриэла? У тебя в руках управление всем проектом. ты можешь выбирать себе людей. Чего нужно? Деньги? Хочешь создать свой отдел, где сама будешь принимать свои решения? Скажи, перед кем еще открыты такие перспективы? Дело в том, ты что, действительно думаешь, что я ничего не понимаю? Я не понимаю, что все это значит? Я понимаю, но этого просто не может быть. Рикардо, ты же знаешь, что мы... Нет. Не мы. Мы такого понятия больше нет. Ты сама позаботилась о том, чтобы вычеркнуть это слово. Я настроен решительно. Больше никаких чувств, никакой любви. Я знаю. Я знаю, все кончено. Это правда. Я убежден в этом. Тот человек, который сейчас перед тобой, кого ты видишь, больше не тот Рикардо Ленарес, который был на пляже. Потому что я похоронил себя прежнего. Похоронил тогда, когда понял, что возвращение к тому, что было, невозможно. Теперь с тобой говорит другой человек. А Рикардо, которого ты разбудил, а который пробудился от твоей любви и которого ты отвергла, тот Рикардо умер. не осталось больше боли и нет никаких воспоминаний. Между нами ничего нет. Я прошу тебя остаться не ради меня. Останься ради самой себя, ради твоего успеха, таланта, который у тебя есть и который ты должна использовать, Габриэла Грюмер. Я говорю это искренне. К сожалению, моя любовь умерла, когда ты отвергла меня. Я действительно не стану бороться за нее. Но мое деловое предложение остается в силе. Ах, если бы я могла поверить твоим словам. Но ведь это же ложь. Это все ложь, Рикардо. Я бы не смогла остаться здесь. Это было бы слишком тяжело для нас обоих. Почему? Послушай, Рикардо, я не понимаю, каковы твои истинные намерения. Я не понимаю, чего ты хочешь. Я хочу триумфа. Поверь мне, триумфа. Твоя работа великолепна. Ты заслуживаешь славы. Нет, нет, не упускай такую возможность. Разве ты не понимаешь, что потом будешь об этом жалеть? Я не знаю, Рикардо. Столько всего произошло. Я чувствую, что будет трудно начать все заново. Нет, Габриэла, тебе не нужно начинать все сначала. Ты продолжишь свою работу. Необходимо, чтобы ты ее закончила. Вот что. Необходимо. Ну все, Рикардо, все. Давай продолжим. Но только давай предположим, что я соглашусь. И что тогда? Перед кем я буду отчитываться? Ну, я тебе уже сказал, что я устраняюсь, так что не волнуйся. Ты будешь все дела вести с моим отцом. Вот так? Нет, нет, нет. Рикардо, только не это. Если я опять начну здесь работать, то только не с этим сеньором, понятно? Я больше не хочу его видеть, ты понимаешь? Подожди, подожди, в чем дело? Почему так? Что ты имеешь против моего отца? Откуда такая агрессивность? Откуда столько ненависти? Скажи, откуда такая ненависть? Почему вы разрешаете Роксане манипулировать вами? Чего вы требуете? Какие у вас аргументы? Оказывается, Габриэла перешагнула через всех вас, потому что она дизайнер со свежими мыслями? Сусанна, прошу тебя. Нет, это ужасная несправедливость. А как же ее талант? Сусанна, пожалуйста, не начинай этой тоже. Здесь есть люди, у которых таланта не меньше, а даже больше, чем у нее. Она нарушила годами сложившийся порядок в этой фирме. Никогда у нас не было столько конфликтов, как тогда, когда она пришла к нам работать. Здравствуйте, мне сказали, что происходит в собрании коллектива. А вот и штрейкбрехер пришел. А это ничего, что она пришла, пусть послушает, она тогда сможет рассказать Габриэле все до мельчайших подробностей. Так значит, весь этот шум из-за Габриэлы. Надо же, какой вес имеет здесь моя подруга. Это нелогично, ребята. Неужели вы откажетесь от стабильной, надежной, хорошо оплачиваемой работы только для того, чтобы поддержать чью-то зависть? Да, да, зависть. Зависть, поверьте мне. Не слушайте ее, ребята, не слушайте. Она рупор хозяев этого предприятия. Это все несправедливо. Мы должны объединиться, мы должны держаться вместе. Ведь мы же все заинтересованы. Пожалуйста, ребята, не слушайте ее. Она выражает интересы хозяев. Она против справедливости. мы должны отстаивать наши интересы. Я прошу вас, не слушайте ее. Мы обязательно победим. Мы должны быть все вместе. Пожалуйста. Я пойду собирать чемодан, разрешите. Я поговорю с ней. Я тоже. Ильяна похоже, Ильяна решительно настроена. Мы не можем найти контакта с нашими дочерьми. Я не понимаю, Эльвир, что происходит с Ильяной. И она какая-то не такая. Да. Вот такие они дети. Неблагодарные. отдаешь им лучшую часть своей жизни, и они чем они нам отвечают? Только проблемами и грубостью. Неужели я допустила ошибку? Мне не нужно было так надолго уезжать. Они больше не уважают меня, они больше не считаются с моим мнением. Да. Конечно, я допустила ошибку, и теперь расплачиваю из-за нее Эльвира. все мы совершали ошибки, и теперь расплачиваемся за них. Я тоже. Мне пришлось рассказать правду, потому что я больше не могла выдержать. Я не могла больше так жить. Ты рассказала Федерико? Да, и Федерико, и Рикардо, и им обоим. И что было Эльвира? Что они тебе сказали? Ничего. до сих пор они мне ничего не сказали. Это хуже всего, Рос. Хуже всего. Давай присядем на минутку. Нет, нет, меня Жаклин ждет. Пожалуйста, Марисоль. Я прошу тебя, я теперь знаю, я ошибался. Марисоль, я был дураком. Я только не могу понять, я не могу понять, почему ты продолжаешь там работать, почему ты оттуда не уходишь. Знаешь, ни ты, ни твоя семья никогда не нуждались, верно? А я нуждалась. Ты ведь не можешь этого понять, верно? Это так, Марисоль, но скажи, почему ты была со мной? Марисоль, скажи мне это, пожалуйста. Ты любишь меня? Ну, пожалуйста, Марисоль, мне нужно услышать это от тебя еще один раз. Я должен быть уверен, ты любишь меня? Скажи мне, прошу тебя. Марисоль, идем? Послушай, если ты не знаешь ответа, то это потому, что никакого ответа и нет. Так что ты подумай. Думай, что хочешь. Ничего не понимаю. Сначала ты отказывалась здесь работать на меня и согласилась работать на моего отца. А сейчас ты категорически отказываешься работать на него. Как прикажешь это понимать? Я не прошу тебя понимать. Кроме того, я не обещала вернуться на работу. Ну, хотя бы скажи, почему ты так ненавидишь моего отца? Что он тебе сделал? Что тебе сделал Федерико Линарес? Нет, Рикардо, ты мне сказал, что если я вернусь на работу, то про все личное мы заводим. Вот, видишь, Рикардо, а получается наоборот, опять то же самое. Имею я что-то против твоего отца или нет, давай это обсуждать. Хорошо, хорошо, как скажешь, только ответь мне, согласна ты, вернуться или нет? Не знаю, Рикардо, не знаю. Послушай, послушай, Габриэла, клянусь тебе, лучшего на рынке не будет. Вот посмотри, посмотри сама. Смотри, эти модели сделаны с душой. В них есть индивидуальность, есть сила. Это не копии заграничных моделей. Вот, видишь, модели белиссимые войдут в моду. Правда? Ведь это мои модели. Мои. Конечно. Никто другой не мог бы их создать. Скажи, Рикардо, а под чьим именем пойдут мои модели? Под чьим именем? Так скажи мне, под чьим именем пойдут мои модели? Ну, я еще не знаю. Коллекция не закончена, нужно искать другого дизайнера. чтобы он довел ее до конца. Поэтому ты и нужна нам. Но, конечно, все зависит только от тебя. Только от тебя. Но я еще не знаю, Рикардо. Я не могу сейчас принять такое решение прямо вот так. Нет, мне нужно время. Но у тебя немного времени на раздумья. Мы спешим. Нет, конечно, конечно, у тебя есть немного времени. но имей в виду, наши двери всегда открыты для тебя. Спасибо. Окей. Хорошо. Спасибо. Возьми, пожалуйста. спасибо. 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 Ты. Ты у меня в руках. Успокойся, Рубен. Ничего не случится. Нет, конечно же, случится. Он останется здесь. Я знаю, что будет. Он останется здесь. Останется здесь, в этом доме. Он останется здесь. Артуру. Ну и что, Рубен? Ведь он же наш папа и должен быть с нами. Он останется здесь. Мама его оставит. Она оставит его. Оставит его. Успокойся. Юля права, ведь он твой отец. В чем же дело? В чем? Что случилось? Рубен, что с тобой? Он останется! Подожди, успокойся. Дело в том, что пришел Марамира к вашей маме и он сейчас там у нее. А Рубен расстроился. Успокойся, ну успокойся. Ничего не случится. Он здесь, он здесь! А кто его пустил? Артуру? Ваша мать сказала ему, чтобы он зашел. А Эстер? Где Эстер? А сейчас моя мама больна. Послушай, я знаю свою маму. Она не станет ждать, когда ее дважды попросит. Она быстренько его обратно пустит. Этого чертова чокнутого. Ты так считаешь? Я не просто так считаю. Я в этом просто уверена. Ну, я не думаю, что... Челита. Челита. Ты ничего не знаешь. Если бы ты знала, что мне пришлось пережить дома из-за этого чокнутого. Если бы ты только знала. Но что ты скрываешь от меня, Эстер? Ты расскажи мне. Поклянись. Поклянись, что никому ничего не скажешь. Поклянись. Клянусь, клянусь, клянусь. Клянусь. Послушай. Этот чокнутый пристает ко мне, понимаешь? Он меня схватил. Он лез ко мне и все такое. Это облезлая крыса пытался меня изнасиловать. Эстер, этого не может быть. Теперь понимаешь? Понимаешь, что я буду делать, если мама не выдержит и опять дюйся к нему в дом? Мне придется уйти из дома. Если он вернется, я уйду. Я не знаю, куда. И сейчас они собирают мою мочу в какие-то банки. Я не знаю, это для каких-то анализов. Еще анализы? Скажи, а разве тех было недостаточно? Ну, тех, которые тебе вчера сделали. Ну, скажи, а кто их видел? Ну, я не знаю. Мне кажется, и Габи их видела. Не знаю, но это врач. Я не знаю, Рамиру. Послушай, честно говоря, мне это нисколечко не нравится. Это жареным пахнет. Понимаешь, Консуэлло? Что ты хочешь этим сказать? Ну, знаешь, честно говоря, если я правда, мне кажется, что это не то, что ты говоришь. Простое недомогание. Да? Консуэлло, я думаю, у тебя серьезные проблемы. Ты так считаешь, Рамиру? Да, любимая моя. Да. А я здесь не знаю. Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Это ситуация... Знаешь, Консуэлло, такая ситуация, знаешь, она не может дальше продолжаться. Нужно что-то... что-то сделать. А вдруг, я не знаю... Вдруг тебе придется все время вот так... в этой кровати. В этой кровати. Всегда здесь, да? А как же тогда, что будет с семьей, дорогой? Скажи, что делать, Консуэлло, со всей этой семьей? Послушай, знаешь, об этом я и говорю. Я не знаю, может быть, ты думаешь по-другому. Но знаешь, что нужно? Что нужно этому дому? Да и что, Консуэлло, этому дому нужен хозяин. Вот. И это я. Впрочем, не знаю. Я знаю, куда ты клонишь Рамиру. Я знаю. Я тебя хорошо знаю. Ну хорошо, а что я такого сказал? Я не знаю. Ты сильно преувеличиваешь. Ну хорошо, что такого, что такого? Что? Я тебе нужен или нет? Нет? Ну дай мне высказаться, пожалуйста. Дай мне все сказать. Дай мне все сказать, дорогая моя. Нет, Рамиру. Я не хочу, чтобы ты оставался. Но я буду любить тебя. Я буду, буду. Я же сказал, ну боже мой. Я буду любить тебя нежно, Консуэлло. Очень нежно. Ты не ходила сегодня в университет. Знаешь, мне завтра нужно отдать эту работу. Я даже ее не закончила. Вот если бы Ванесса была такой прилежной. А что тебя волнует? Ну, если честно сказать, то меня больше интересует, с кем и где ходит Ванесса. Тебе это известно, Патрисия? Ты знаешь? Ну хорошо, раз уж вы сами затрагиваете эту тему, мы сейчас ее разберем. Несмотря на то, что тема сегодняшних занятий несколько иная. Невозможно оставаться в стороне от тех событий, которые переживает страна. Сейчас мы преодолеваем самый серьезный кризис, с которым страна сталкивалась за последние годы. Каковы причины, вызвавшие этот кризис? Как основную причину мы можем назвать потерю покупательной способности самых бедных слоев населения, которые, как нам всем известно, составляют большинство. Иными словами, неравномерное распределение дохода было одной из причин кризиса. Нам нужно поговорить, левша. Давай встретимся после занятий. Сосуществование социальных слоев, различия между которыми становятся все глубже и глубже. Напоминаю, невозможно оставаться в стороне от тех событий, которые переживает страна. Это самый серьезный кризис, которым страна сталкивалась за последние годы. Самый серьезный. Да, Ауреллио, в конце концов, Эльвира во всем мне призналась. Мне и Рикардо. Но, Ауреллио, если ты все знал, то почему никогда ничего не говорил мне? Ты, мой брат, почему ты все скрывал от меня? Я уже говорил тебе, Федерико. Я не мог этого сделать. Это очень тонкий вопрос. Кроме того, ты ведь понимаешь, что она сама должна была это сделать. Я не мог поставить под угрозу твою семейную жизнь. Я не имел права это делать. Кроме того, я не мог поставить под удар будущее Рикардо. Это правда, Ауреллио. Я слишком сильно люблю Рикардо. Несмотря на то, что ты знал правду, ты, конечно, ничего не мог поделать. Ну, во всяком случае, в тот момент. Это верно, знаешь. Я люблю Рикардо как собственного сына. Как если бы он действительно был бы моим родным сыном. Ну, тебе следовало бы радоваться тогда. Да. Но Габриэла не дала мне возможности ей об этом сказать. Она... Если бы ты ее знала, Ауреллио, мне бы очень хотелось познакомиться с ней, Федерико. Она ведь тоже моя племянница. Я только не понимаю, почему ты не смог сказать ей правду. Ну, это все из-за ее характера. Она темпераментна, высокомерна, агрессивна, презрительна. Она просто недовольна жизнью. Думаешь, я могу ей хоть что-то сказать, но все равно хотелось бы узнать свою племянницу. Не знаю, но мне кажется, я мог бы быть посредником между вами. Правда? Ты? Ты сделал бы это для меня? Конечно, Федерико. Ты мой брат. И если не ради тебя, то ради кого? Ну а лас дрохас, си а лавида.